Всех приветствую. В данном видеоролике мы будем делать вот такой кок-обтекатель для винта. Делаться он будет к вот этому двигателю. Как вы видите, вот эту опорную шайбу я уже сделал. Конус делался за одну установку. Установил малые продольные салазки на 10 градусов и сделал этот угол. Остальное просто чистая токарка. Кок же вещь очень интересная. Как же его делать? Я тут набросал эскиз, потому что без эскиз это сделать будет весьма сложно. Деталь должна быть тонкостенная. Сам кок состоит из двух деталей. Вот одна деталь. Это она в разрезе показана. И вот вторая деталь. Эта деталь с резьбой. И она будет накручиваться на вот этот вал. То есть сначала винт прикручивается, а сверху накрывается колпачком, коком. Приступим. Размеры у меня есть, потому что я нарисовал это все дело один к одному. Подготовил болванку такого плана. И, ребята, вы не поверите, на 95-98 процентов ее придется спустить в стружку. Во-первых, изнутри нужно выбрать вот это. Сделал шаблон. И вот это все сейчас буду выгрызать. Зажимаем и погнали! Сделал здесь некоторое подобие координат. Можно штангелем измерять диаметр и на какую глубину делать проход. Получилось такое вот елочное отверстие со ступеньками. Теперь нужно его естественно обработать, чтобы оно было закругленное. Все это дело, не было ступенек. Для скругления сделал спец резец. Ставим в станок и будем пробовать. Самое страшное позади. Заготовка для будущего кока. Внутри уже все изготовлено. Пришлось сделать новенький шаблон. Тут немного не получился. И по этому шаблону я сделаю наружный шаблон. То есть тот шаблон, по которому выточу вот эту часть. Вот это отверстие нужно обязательно расточить, чтобы вот это и это было сделано за одну установку. Теперь, чтобы двигаться дальше, сделаю вот сюда втулку. Ее делают и из латуни, и из дюраля, и из стали. Я буду делать из дюраля. Так же как и все, чтобы весь кок был дюралевый, легкий. Через вот этот пиптик кок будет прикручиваться к двигателю. Теперь вот это все дело вот так собирается. И закручивается вот сюда болтом. Биение всего пакета не более 3 соток. Сразу сделаю отверстие, через которое этот кок можно будет открутить. Теперь смело можно точить. Разметил шаблон и делать буду так же, как и в первом случае, по координатам. Буду измерять вот здесь диаметр. И здесь через каждые 2 миллиметра я разметил. Я его тел. Ага. ーー Вот такой, ребята, получился красавец. Очень легкая вещь. Сейчас еще выкручу вот этот болт. Оно еще сильнее полегчает. Вот это отверстие точно нужно было делать, чтобы когда мы будем зажимать вот эту штучку, она у нас не теряла вид. Как бы цельным должно смотреться. Здесь еще нужно прорезать окна под винт. Вот и финиш. Прикрутил винт. Винт прикрутил маленький, чтобы впоследствии выжать с него огромные обороты с этого двигателя. Он способен развивать до 23 тысяч оборотов в минуту. И это без резонансной трубы. Возможно у нас получится еще больше, потому что буду использовать современное топливо. Значит прорезал я отверстие вот здесь под винт и все это дело так вставляется. Пришлось сделать замок. Забыл я сделать замок, ребята, представляете? То есть вот здесь пропилена канавка и сделан замок на обтекателе. Чтобы когда я вставляю, часть обтекателя заходила вот в эту втулку опорную. Это делается для того, чтобы на огромных оборотах не разорвало вот здесь обтекатель. Он не вышел из зацепления и не вылетел. Так как толщина стенки здесь довольно тоненькая. Здесь не более полутора миллиметров. Ну а так на вскидку где-то 1,2-1,3 миллиметра. В общем такая получилась красота. Такой двигатель с обтекателем и полностью практически уже готов, если не считать резонансной трубы, к запуску. На этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить запуск этого двигателя и всех последующих. У меня их довольно-таки много. Также много еще другого весьма интересного контента на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех благодарю за внимание и всем пока!